здравствуйте мои подписчики и гости канала а в этом видео рассмотрим устройство и принцип действия тесто округлительных машин для получения шарообразных тестовых заготовок в зависимости от формы и характера поверхности рабочих органов применяемых для округления кусков теста тесто округлительные машины подразделяются на три группы с конической цилиндрической и плоской рабочей поверхностью в машинах первой группы округление кусков теста производится между внутренней поверхностью вращающейся чаши и поверхностью неподвижно установленного специального желоба 2 в машинах второй группы округление кусков производится между цилиндрическими поверхностями двух противоположно вращающихся барабанов 1 и 2, расположенных эксцентрично один в другом. В машинах третьей группы округление производится плоскими движущимися лентами трех транспортеров, два из которых 1 и 2 установлены под углом к горизонтальному транспортеру 3. Ленты транспортеров 1 и 2 движутся с различной скоростью в противоположных направлениях, а лента горизонтального транспортера имеет результирующую скорость движения двух боковых транспортеров. Тестоокруглительная машина Мельвин состоит из цилиндрического основания 1, внутри которого расположен приводной электродвигатель с редуктором. Основание базируется на четырех роликах 2 со стопорным винтом, служащим и для фиксации места установки. На основании смонтирован несущий цилиндр 3 с рельефной поверхностью. Вокруг него расположен винтовой формующий лоток 4 переменного сечения, уменьшается к выходу, прикрепленный к трем штангам 5, которые сверху соединены с крестовиной 7. В центре крестовины закреплен верхний подшипник вала несущего барабана. Тестовые заготовки поступают в нижнюю часть формующего лотка и под действием рифленой поверхности цилиндра перекатываются по желобу вверх, совершая необходимое обкатывание. Разгрузка заготовок осуществляется в верхней части округлителя по лотку 6. При необходимости уменьшить время округления загрузочный транспортер поднимают и заготовка поступает в формующий лоток не внизу, а на необходимой высоте. Достоинствами цилиндрического округлителя являются хорошая проработка теста, сравнительно большая длина формующего лотка, придание заготовки формы близкой к шару, возможность регулировать продолжительность процесса округления и интенсивность проработки теста, простота конструкции и обслуживания. Некоторую сложность составляет изготовление спирали с переменным уменьшающимся сечением. Тестоокруглительная машина с конической наружной несущей поверхностью. Состоит из четырехугольной станины 2, внутри которой расположен и приводной электродвигатель с редуктором, а также вентилятор с отдельным приводом для обдувки спирали и конуса теплым воздухом. Станина покоится на четырех роликах 1 и имеет фиксирующий винт. Пульт управления 3 смонтирован на станине. Несущий конус 4 имеет рифленую поверхность. Вокруг конуса неподвижда на четырех стойках 5 закреплена формующая спираль 6 с ложной формы, обеспечивающей размещение вокруг конуса двух витков, что позволяет значительно увеличить время проработки тестовой заготовки. На спирали нанесено тефлоновое покрытие, удобная стойкая гигиеничная и обладающая высокой адгезионной способностью по отношению к тесту. Для регулирования продолжительности округления на спирали в трех местах имеется приемное устройство, с помощью которых можно изменять рабочую длину спирали. В верхней части конуса размещена мука-посыпатель 7 с вибрационным регулируемым приводом, что позволяет экономно расходовать подсыпаемую муку и избегать запыливания машины мукой. К достоинствам машины относятся компактность и хороший внешний вид, возможность весьма эффективно использовать несущую поверхность благодаря размещению двух витков формующей спирали, применение компактной воздушной обдувки, высокоэффективное синтетическое покрытие рабочих элементов машины, способствующее повышению культуры труда и облегчению санитарной обработки, применение мукопосыпателя с плавно регулируемой производительностью, что позволяет свести до минимума распыл муки. Тестоокруглительная машина Т1ХТС предназначена для округления тестовых заготовок при выработке мелкоштучных пулочных издобных изделий массой от 50 до 200 граммов из пшеничной сортовой муки. Машина состоит из вращающейся малогабаритной конической чаши 8, внутри которой установлен спиральный формующий желоб 6, имеющий переменный профиль в поперечном сечении. Желоб выполнен литым из чугуна и укреплен к центральной неподвижной полой стойки 11. Коническая чаша нижним основанием укреплена к фланцу ступицы 10. В нижней части этой ступицы укреплено червячное колесо 12. Чаша приводится во вращение от электродвигателя 1 мощностью 0,6 кВт и частотой вращения 1350 оборотов в минуту через клиноременную передачу с двухступенчатыми шкивами. Червяк 13 и червячное колесо 12. Все элементы округлителя смонтированы на литой станине 14. Тестовые заготовки подаются через загрузочную воронку 2 на дно чаши, где захватываются внутренней поверхностью вращающейся чаши и перемещаются по спиральному желобу вверх, совершая при этом сложное движение, в результате чего им придается шарообразная форма. После округления тестовые заготовки выбрасываются на приемный ленточный транспортер. Для изменения направления потока округленных кусков теста при выходе из машины спиральный желоб можно поворачивать и устанавливать относительно неподвижного диска 5 с 36 отверстиями, закрепляемого болтом 4. Для регулирования зазора между внутренней поверхностью вращающейся чаши и спиралью предусмотрен специальный винт 3. Регулирование червячной пары осуществляется с помощью гайки 9. Благодаря увеличению окружной скорости к выходу происходит увеличение интервала между заготовками, что предупреждает их слипание. Однако в нижней части машины, где скорость наименьшая и подъем спирального желоба более крутой, возможно слипание кусков теста. Во избежание этого необходимо обеспечить ретмичную подачу тестовых заготовок, а также принимать меры по предотвращению их прилипания к поверхности спирали. Для этой цели в процессе округления рабочие поверхности спирали и чаши, а также тестовые заготовки обдуваются воздухом, который подается через патрубок 15, внутреннюю полость стойки 11 и выходные патрубки 7. Конструктивные особенности этой машины предусматривают привязку ее к делительно-округлительному автомату HLS 9. Кроме того, машина имеет две ступени скорости вращения конической чаши и высокую степень унификации с тесто-округлительной машиной T1-HTN. Производительность машины до 100 кусков в минуту, частота вращения чаши 62,5 и 71 оборот в минуту, габаритные размеры в миллиметрах 720 на 710 на 935, масса 226 килограмм. Тесто-округлительные машины с конической чашеобразной несущей поверхностью. Такие машины, как HTO T1-HTN. Рассмотрим машину T1-HTN, которая предназначена для округления тестовых заготовок и с пшеничной муки массой от 200 до 1100 граммов. Состоит из корпуса 4, внутри которого размещен приводной электродвигатель 2, двухступенчатая клиноременная передача и червячный редуктор 3. Внутри пустотелого вала червячного колеса 12 расположен пустотелый вал 5, на котором закреплены формующие спираль 11 и воздухоподающие по трубке 10, служащие для обдувки заготовок воздухом с целью устранения залипания теста на рабочих поверхностях машины. Для установления выходного участка спирали в нужном для согласования технологического потока направлении спираль можно поворачивать и фиксировать с помощью диска 8 с отверстиями и пальца 9. Для регулирования зазора между стенкой чаши и формующей спиралью служит винт 7. Загрузка заготовок осуществляется через приемную воронку 6. Изменяя положение загрузочной воронки, можно изменять в небольших пределах длительность проработки заготовки в округлителе. Воздух для обдувки подается в машину по трубе 1, к которой подключается центральная воздухоподающая магистраль. В приводе машины предусмотрена двухручевая клиноременная передача с различным передаточным отношением, что позволяет иметь две частоты вращения чаши. К достоинствам машины следует отнести простоту конструкции и удобство обслуживания. Устройство для регулирования зазора между чашей и спиралью. Одологичную конструкцию имеет тестоокруглительная машина марки Т1ХТС для мелкоштучных булочных изделий. Она отличается конструкцией спирали и уменьшенными размерами. Основные показатели технической характеристики тестоокруглительных машин представлены в таблице на слайде. Тестоокруглительные машины с ленточными несущими и формующими поверхностями. Эти машины предназначены в основном для формования заготовок из пшеничного теста массой от 0,5 до 2,5 кг. На слайде представлен общий вид подобного ленточного тестаокруглителя. Машина состоит из наклонной станины 3, размещенной на двух тумбах 2 и 4. Передняя тумба 2 покоится на двух роликах 1, а задняя тумба 4 на двух установочных штифтах 5. Роль несущих поверхностей выполняют два транспортера 6,8, движущихся в противоположных направлениях. Роль формующей поверхности – это сами транспортеры и неподвижная поверхность 7. Привод, состоящий из электродвигателя и червячного транспортера, расположен в тумбе 2. Конструкция приводных барабанов представлена на слайде. Привод осуществляется от редуктора 1 через шарнир ГУК-5 к валику 7 ведущего барабана. На транспортерной ленте 9 навулканизирован выступ в виде клиноременного ремня, который удерживает ленту транспортера от сбегания по шкиву. Валики барабана установлены в двух подшипниках 8 на кронштейне 6. Конструкция привода позволяет регулировать угол наклона лент и расстояние между ними в зависимости от массы и свойств заготовок. Между собой приводные барабаны соединены цепью 3. Разность диаметров звездочек 4 и 8 обеспечивают дифференциальную скорость лент. Звездочка 2 служит для натяжения цепи. При регулировке приводных барабанов одновременно производят переустановку натяжных барабанов с помощью регулировочного винта. Если форму тестовой заготовки необходимо более приблизить к шару, то между барабанами устанавливают регулируемое направляющее устройство. Его схема представлена на слайде. Это устройство состоит из несущей ленты 1, формующей поверхности 2, 2, направляющей доски 3, опоры 4 и регулирующего винта 5. Элементы расчета тестоформующих машин. Производительность теста округлительных машин, кусков в минуту, с конической несущей поверхностью определяется по формуле, представленной на слайде. Из формулы производительности можно определить необходимую частоту вращения несущего органа в оборотах в минуту. Производительность ленточных теста округлительных машин, кусков в минуту, рассчитывается по формуле, представленной на слайде. При этом скорость перемещения куска теста при округлении рассчитывается по формуле на слайде. Вы посмотрели видео, посвященное устройству и принципу работы тестоокруглительных машин для получения шарообразных тестовых заготовок. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, чтобы быть в курсе новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok